так сегодня у нас настоящий маэстро тимур полянский это и пианист и композитор и аранжировщик и актеры еще как все вот это вот совмещать у вас все время такая манера такая непринужденная легкость бытия но как по-другому ну как ну как а что грустить все время я не говорю грустить в таком каком-то я не знаю за шори посты на и там и там надо а вы как то так сильно так очень важно легко да потому что нет времени на какие-то грусти на что-то такое о я там получилось не будет но не получилось но бывает такого не бывает мы все люди мышь нормальные что-то получается что-то не получается выходит не выходит но на этом зацикливаться не нужно потому что нужно идти вперед и понимать что да дальше мы развиваемся и от того что мы будем себя там угнетать или что такое что-то изменится не это игру почему нужно там обижаться на что-то или как-то вводить всем какую-то стрессовую ситуацию зачем если мы ничего не можем поменять ну вот что произошло это мы у нас сердце болит мы переживаем хорошо да понятно переживание это естественное состояние человека но не нужно на этом останавливаться нужно идти дальше потому что мы ничего не можем поменять нужно с этим смириться ну вот так произошло так что поэтому я иду вперед как творческий путь начинался ну как у всех наверное детей музыкантов потому что и мама музыканты папа музыканты ну как я не мог себе представить что я буду каким-то слесарем ну не знаю когда в 9 месяцев меня посадили за инструмент есть фотография детский да где детский стульчик такой деревянный раньше были вот и я сижу открыты ноты я что-то там играю конечно понятно что я не играл по нотам вот но вот с этого времени я как бы уже и вот и все время в музыке вот и и качусь и не знаю что будет дальше новую музыку пока не закрывает но в том плане что карантины всякие она как бы рождается абсолютно свободно от каких-то обстоятельств там карантинных не карантинных вот если допустим карантин театр закрыли до театр не работает ну как бы постановок нет все закачумали то в голове все равно музыка ходите поэтому поэтому вообще принципе не скучно не скучно абсолютно хорошо какой жанр ближе всего из из каких искусств пока чисто музыка до театра и до актерства мы еще дойдем ну наверное все таки академическая музыка классика потому что я закончу консерваторию как бы в школу при консерватории получил полное академическое образование вот и джаз потому как папа мой был такой известный в советском союзе джазовый фортепиадный дуэт юрий боль вячеслав полянский ну и как бы я это слушал с детства потому что они дома занимались я дома два инструмента ой да я допустим мог засыпать под инструментом когда мама малой был родители там всегда компании были ну как было в творческой среде всегда шумно много людей все кто-то приходит уходит полная полная жизнь творческого человека а я ходил школу где все учились такие же творческие все дети музыканты специально да это было сейчас умеетно хотя я не знаю может она переехала пять школ было пять консерватории 5 школ при консерватории это львовская киевская одесская харьковская донецкая ну донецкая не знаю школа переехала не переехала консерватория переехала в киев а школу вот не знаю наверное нет что дает вам джаз и почему вы играете джазовую музыку почему играю потому что не играю рук играл рук играл мы в консерватории когда учились у нас была группа называлась она граф бисер мы играли арт-рок даже ездили на концерты германию да это тогда мы поехали забыл еще никому не известный андрюша скрябин который вот и мертвый нет это группа мертвый пивы до ромчик чайка он сейчас ведущий на пятом канале мишку барбара куда ни гляньте все наши ну то есть океан эльзы наши львовяне вот эти саша богутский львовянин кто еще там много очень групп которые но общий львов это такой творческая столица украины была всегда вот очень много львовян поразъезжалось по всему миру музыканты очень хорошие работают ну роман виктюк сейчас зачитаю это цитата блюз это когда хорошему человеку плохо а джаз когда хорошему человеку хорошо вы живете в стиле джаз или в стиле блюз я просто живу потому что и и так и сяк нельзя сказать что этом живу в стиле джаз да иногда живу стили джаз иногда в стиле блюз иногда в стиле классики ну то есть а в стиле классики это как это плохо или хорошо нет это умиротворен это все умиротворено все правильно так все классически а так бывает все правильно конечно бывают и есть люди которые так живут а так интересно интересно когда происходят смены так 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 по-другому поэтому по одному по-другому и конечно когда наверное жить все время в одной хотя многие люди живут я представляю когда-то мой папа когда было горстольное деятельство советского союза обширная вот он они ездили по всему советскому союзу и как-то заехали в какой-то город где изготовил то есть там завод большой и завод изготавливают и эмалированные ведра уже какая прелесть да и вот их как артистов заезжих все известных повели на экскурсию на завод этих эмалированных ведер до экскурсия как ведра это делаются и вот ночью не ходят цеха там все и смотрит папа лет работает одни женщины ну понятно женщины ну а что ж мужики делают это в принципе должно быть мое будущее почему потому что я заканчивала инженера конструктора перспектива была работать на заводе а если бы меня взяли на завод я бы наверное было бы одной из этих женщин а вот так вот ну да думаю что так бы она и сложилась ну и вот там целый процесс когда раскатывают этот лист жести там все и вот эти пять процессов и вот пятый процесс это самый такой несложный но папа говорит я как представил что вот женщина стоит и берет ведро вручную опускает в чан с эмалью вот так выливает эмаль и ставит на сушку и попадет я вот это смотрю на нее и представляю вот это она делает каждый день с 8 до 6 на ужасно просто и он будет я так зауважал свою профессию вот честно я все время к этому обращаюсь когда там говорю что у меня там что-то в профессии не так что-то у меня там не складывается и потом я вспоминаю обращаясь к своему первому образованию думаю блин а кто-то ж с 7 до 8 или до 6 на заводе крутят гайки да а потом приходит домой смотрят телек да ложится спать и с утра опять ну а что ну кто то что же ну все в профессии важны все профессии нужны кто-то должен это делать и мусор должен кто-то вывозить и вот а стоит рядом просто закрытый запечатанный станок один японский который делает все эти операции ну вот все он делает сам да и папа задает вопрос а почему же вы его не используете вы знаете если его использовать то все эти женщины потеряют работу мало того у них мужики пьют так они еще будут ну вы представляете что это будет а так хоть и женщины работают музыки пьют а женщины работают это в каком городе это в россии где-то я не точно не помню я был ну как бы в школе учился он мне приехал и рассказал слушай как хорошо что мы с тобой здесь музыка мы ведра не опускает в эмальте да а что папа там концерты говорю советский союз я вот вот этих работ до такая но слушать а я думаю что это для них было большое удовольствие то что кто-то приехал и хоть как-то им разнообразил жизнь но какой папа столько истории рассказывал из гастрольной деятельности ну когда ведешь такую интенсивную обширную гастрольную деятельность то конечно особенно в советском союзе где они со всеми встречали это ж было 1 ну то есть одна кон Friday раньше и был союз концерт ну то есть был киев концерт там rose концерт союз концерт вот они были в союз концерт а там были passe не но мы тогда этого папы кочевая то есть они постоянно ездили но жили мого львове то есть раньше такого же не было что звонят вот у вас концерты все сели и поехали полетели весь советский хорошо вот эти женщины которые за дня в день делают эти малированные в каком стиле они живут очень тяжелый hard rock ну потому что и униженная на дети они дети ходят в школе но конечно просто бинга я смотрел лет десять назад фильм как же он назывался сейчас не вспомню уже про город в россии где этот некий никелевые заводы как-то он называется сейчас не вспомню и там показано фильм такой он длинный он 2 с чем-то и там вот показана жизнь вот обычной молодежи которая живет вот в этом вот в этой серости потому что это not игра была там в кроматорске или в каких-то таких городах я была в крыму нет ну подожди в крыму с ней там долго жила ну крым это что это красиво все отлично море летом ну понятно да индустриальные города такие знаешь жесткие я был я приезжал это это мрак то есть и вот там безысходность там я не представляю как люди оттуда и но все равно они там как-то живут же что тоже делают какие-то у них там есть культурные мероприятия театры тоже есть там есть филармонии концертные залы ну при советском союзе было сейчас не знаю как это все функционирует а при советском союзе это все функционировал даже была государственная программа этого всего то есть все было спланировано то есть кроме завода другого выхода нет не то что ну а какой ну вот да я там работаю там живу ну я этому обучился я там работаю не на все равно там же есть какая-то свобода какая свобода выбора а у нас тоже свобода выбора ты можешь пойти сейчас учиться можешь пойти поступить ко мне я тебя буду учить на фортепиано я уже в таком возрасте могу а сейчас можно что угодно а да можно от актерского отхожу там же какой-то есть определенный возраст 23 года или 25 лет когда учиться можно на актера а кстати сейчас недавно открыли факультет я не помню в каком вузе что сейчас набирают на вечерние или на заочное отделение на актера юля я преподаю в двух узах могу тебе сказать что не знаю что это будет что мы еще выучились а вот что будет дальше вот эта молодежь который учится я просто не представляю что будет какие профессионалы будут выходить ну ладно музыка знаешь от музыкантов не они не зависит человеческая жизнь то есть я себя не доиграл две ноты то от этого никто не умрет понимаешь а если я неправильно отрежу что-то как врач понимаешь то можно умреть вырву здоровый зуб больной оставлю ну 50 на 50 есть очень талантливая молодежь который уезжает которая уезжает она не остается здесь потому что ну как вот выйди на улицу и посмотришь что есть планах покинуть украину уже нет я уже старый нет покинуть украину я мог еще 18 лет у меня просто было приглашение в в америку учиться только в 2015 году по моему до 15 14 можно не помню пятна или четырнадцатом и пятна пятнадцатом или четырнадцатом уже не помню попал в америку к сестре первый раз и что я могу сказать ну не я бы там не жил не моя страна во первых музыка в америке это не профессия это хобби вот так там профессиональное образование есть только в пару вузов то есть это беркли это кливленд и это джулиар ну вы там может еще какие есть но я самые такие известные вот музыкальных школ там нет там только частное образование образование очень специфическое потому что все предметы которые вот мы проходили в школе музыкальные ну там сальфеджио гармония все это у нас был комплекс мы учились в школе этому то там получается так что я педагог по фортепиано я учу тебя нажимать клапана ну вот эти белые черные клапана а есть педагог по сальфеджио это отдельный есть педагог по вокалу это отдельная есть там по теории музыки это отдельно все и каждому надо платить поэтому образование музыкальное там очень дорогое так как нет школ у меня там у меня очень много моих друзей и к этих ну соучеников с которыми мы учились консерватории школе уехала в америку и там живут но они не работают по профессии там во первых там совсем другая это другой мир это вот его мы вот в европе мы подходит да мы можем в америке очень сложно ну практически то есть это надо все пересдавать потому что у них свои нормативы это просто другую это за океаном далеко хорошо давайте вернемся к джазу как начали играть 4 года до до в четыре года было мое первое выступление на львовском телевидении да мы с папой поздравляли женщин с 8 марта да я правда не помню что мы играли к сожалению нормально играли ну как ну как играл конечно играл ну все-таки если в девять месяцев меня последний за два года я пошел музыкальную школу ну и а я не мог не играть джаз потому что ну как он все время звучал дома все время как я мог не играть джаз то есть пластинки все джазовые инструменты все играли музыцирование все бросать на стороны да то есть все время на слуху джаз как бы я в рок не мог пойти а с другой стороны боже надоел джаз уже хочется что нибудь а джаз не может надо есть потому что что такое ну вот импровизация это же что это это та же композиция только бывает спонтанная бывает вот непринужден вот не признаться точно так же как актеры она она не повторяется не бывает одинаковых спектакль да не бывает вот когда мне говорят ой ты так хорошо играл повтори а я не могу повторить вот я не могу то состояние перенести сейчас и те ноты которые там там сыграл я не могу сейчас играть потому что другое состояние что другое время все ушло то да да поэтому она как бы никогда не заканчивается и поэтому как он может надо есть все время что-то новое да а кстати ведь импровизация была в академической музыки очень сильно развита просто да конечно и сейчас учат нет сейчас не учат двадцатом веке практически ушло это искусство в академическом почему-то мне сложно сказать почему это может быть это связано с тем что ушло искусство то есть концерты превратились немножко перешли немножко другую форму то есть если раньше вот такие исполнения как лист шопен бетховен моцад они все были импровизаторами да они записывали свои произведения но это были импровизации и они импровизации играли на концертах ведь это известные факты когда ну листа была вообще феноменальная память когда листу прямо перед выходом на сцену принесли ноты искали но это нужно сыграть он посмотрел вышел и сыграл то есть да с элементами импровизации раньше но вот еще даже советское время вот я помню было очень популярная вот даже восьмидесятых годах играть на сцене вот тем чтобы папа занимался когда они вели концертную деятельность бурную передавали записочки из зала с просьбой сыграть импровизации на какие-то темы да это было но видишь как этого осталось все таки в джазовой музыке а в классической музыке это ушло это ушло и вот на рахманину ну да на рахманина скорее всего закончилась потому что вот рахманинов уехал в америку но он уехал не как композитор он уехал как исполнитель все думают вот мы знаем рахманина в композитор вот он в америке сюда но он там был востребован как исполнитель другой музыки он играл концерт он был бетховена вот все да хотя он был сам гений просто композит но ничего а нас нигде никто не ждет тебя что ждут в мукачево или во львове там своих хватает мы нужны там где мы нужны не на меня это понятно это все это какая разница ты понимаешь есть еще такой очень не очень хорошее человеческое чувство как зависть ну вот ты не будешь отрицать того что тебе многие завидуют не думал об этом задумывайся иногда но я думаю что нет а чему завида а ты знаешь что вот как хорошо есть такая фраза друг друг познается в радости да потому что в беде тебе помогут ну это нормально сострадание человеческое чувство а вот порадоваться что у тебя что-то лучше это очень сложно я даже не задумывалась на эту тему по поводу зависти но я просто не понимаю чему можно там грубо говоря мне завидовать нету просто тебя это как бы не касается в прямую может быть но не знаю может быть я не пользуюсь завистью просто я вообще в принципе я не могу сказать что кому-то завидую вообще могу сказать что я никому не завидую я тебе не завидую какая-то же я тебе не завидую ладно хорошо каких современных композиторов не забудут через сто лет точно не забудут через сто лет тех композиторов которые в первую очередь пишут классическую музыку ну те которые допустим уже сейчас вот хотя музыка ну как бы там ни было а к сожалению в двадцатом веке мы отошли от мелодии ну отошли от мелодии ну про нет мы просто отошли от мелодии просто звуки набор звуков но ты сейчас ну ты ты можешь спеть сейчас какую-то песню такую но ты понимаешь что все что связано не с мелодией мы не сможем повторить вот если мы садимся за стол да и что мы будем петь за столом ну не монатика же мы будем петь за столом правда что там кружит да кружит и я понимаю он очень способный парень он занял свою нишу молодец вот ну что мы лёшу потапенко будем пить что мы поем сердючку так у него мелодия вот сердючку мы поем как бы там ни было так как бы люди не собираются вот как раньше да там подгибирают конец меня это как-то я ну то есть как любой нормальный музыкант я работал в ресторанах а да приглашают конечно вот но это нормально то есть это определенный опыт и хороший опыт вот благодарная публика нет какая же она благодарная она чавкает и тебя не слушает какая благодарная а иногда и под пистолетом играл да конечно девяносто на какие же все нормально не страшно ну как это не было сыграй ну как так это же а без этого ты что мурка это самый дорогой это самая классика и самая дорогая песня ты что серия конечно мне как-то было во львове ситуация ну я тогда больше занимался как бы академическое музыка в консерватории учился и работал в гранд отеле он сейчас кстати я вновь открылся он был не работал а потом сейчас пару лет назад его снова открыли так вот сижу играю и какой-то подходит играет слышишь утки какие какие-то утки ну напой да что я тебе тут привет что я давай утки летят перелетные птицы что ты мне играешь как ты не знаешь шуток ну а лебедь а я как бы в этом не особо был обеззнанный я работал в ресторане шикарном где иностранцы ну иногда приходя ну наши приходили конечно казино было вот и товарищи загульные хоть заходили в ресторан и я не знаю но он тут достает пистолет говорит слышишь ты что не понял я говорю можно через три минуты я раз телефон набираю папу говорю папа что такое утки-лебеди он напел мне кстати папа меня очень иногда выручал когда я что-то не знаю там конечно ну по вверх ну папа уже опытный человек я тогда столько начинал он был опытный в плане уток или лебедей ну конечно это старые песни как бы он ты их знал у него больше опыта я только начинал работать в ресторанах это же только там первый курс консерватории 2 все как бы и я вот часто и даже когда уже в киеве приду не знаю к ничуть не может знать весь музыкальный материал а кто угодно придет скажет какую-то это как-то мне пришел говорит а сыграй мне джексона я говорю а как на рояле вам джексон сыграл ну как-то это не звучит ладно играешь хочешь ну вот тоже нельзя все знать и бывает не знаешь я там звоню папе группа породна по и как-то мелодия какая-то вы можете сразу же услышать мелодию а да у меня абсолютный слух абсолютно ничего не слышу кстати очень это очень с одной стороны хорошая способность такая знаешь а с другой стороны ужасная вот например караоке сейчас все любят петь в караоке я была в караоке один раз это петь я не умею я могу максимум подмрыкивать все юля а представляешь люди которые просто любят петь а петь вообще то есть ни слуха ничего и они же поют сразу кровь из ушей это ракушей это все это у меня я работал 10 лет в ресторане марио на льва толстого возле бот сада и какое-то время на какой-то период на втором этаже открыли караоке ну хорошо я работал с там с 8 до 10 а караоке начиналось с 9 у меня был только час это называется пытка пытка музыкой потому что туда приходили уже готовые клиенты подготовлены и начинали петь но как поет наш пьяный человек ну понимаешь да вот и все это а когда там начиналось это действие люди в основном из зала уходили да там парочку человек оставалось какие там ну которые наверно глухие такие же как те поющие вот или не знаю почему либо кушать очень любит вот ну я должен был для них играть и тут вот так вот так и живем под игре скучать когда ну не знаю может есть такие моменты когда хочется взгрустнуть да когда рыба не ловится когда ты накупил того 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 она не ловит да ну я не охотник я рыбак когда последний раз ходили на рыбалку вот на прошлой неделе что ловили хищника хотел поймать и как жарко жарко не ловится да не растет кокос а вы как-то вот расслабляетесь да не я не просто я не напрягаюсь вот и все не ну так допустим да много много работаете ну да потом на рыбалочку и обнуляет вас абсолютно как скотобой абсолютно да вообще класс хорошо вернемся опять к музыке я даже у меня в машине музыка не играет у меня новостные радио а я не могу хоть где-то я должен отдыхать от музыки а как относитесь к современной музыке какой нет если очень качественная хорошая соленом какие-то хиты там можно что-то из последнего интересная ситуация вы из последнего из последнего да значит был у меня в 2004 году такой эпизод когда я играл четырем президентом в ресторане марио четырем премьерам это был путин алиев лукашенко и кучма да вот такой зал ну там небольшой зал посредине круглый стол где они сидят и сцена с роялем но я не буду долго рассказывать как это все там начиналось то есть когда на про проверки как я бы не ну такой это ведь тоже разные веселые истории и вот это был 2004 год осень они собрались по поводу освобождения киева от немецко-фашистских захватчиков а мне до этого ребята просто по шутке говорят слушай ты знаешь в донецке написали гимн братков ничего себе да такой гимн братков и мне толик манди на гитаре ну да только это братков донецких братков он что-то мне напел такую и тут они сидят все кушают выпивают разговаривают там толсты произносят мне аплодируют и тут носить лукашенко он вообще очень забавный мужичок такой клёвый ему так понравилось то что я играю носить а и долго ну сколько-то не начиналось потому что они сидели ждали 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 нашего примера и тут на сидели открывается заходит янукович большой такой большой дядя заходит извините пришел сел все они начали банкет официальная часть и вот носить лукашенко спрашивает меня а вот вы тут так играете все хорошо а вы можете что-то сыграть мне из современного я такой опа может сейчас янукович может гимн братков сейчас попросит а я его не помню так надо будет а я говорю а что вы чтобы вы хотели да ну ты современная что ну что-то из середины двадцатого века и я понял то есть я ему начал играть всякую волокну ну все эти романцы все ой он такой доволен был начали встали ну то есть они поели все хотели сними сфотографироваться он так как-то резко они встали и ушли и вдруг открывает у все уже расслабились все я уже а я поставил себе только в воду значит хватит и вдруг открывается дверь и забегает лукашенко бежит ко мне берет рука ведь спасибо вам большое спасибо ты убежал да так вот возвращается к современному слушали я современную музыку скорее всего нет мы хотим вам поставить некоторые композиции так сказать что он скажет и хорошо не композиции фрагменты да вы скажете что вы поэтому думаете я просто целое утро напевала эту песню на просто ужасно заразная вы слышали эту песню 100 процент мы послушаем куплет и припев хорошо своему сожалению я не знаю никто это и никогда не слышал это буквально недавно вышла читать четыре девять миллионов просмотров четыре недели назад знаешь 15 миллионов просмотров у какой-то извините голой задницы ну и что что это ну вот что это о чем это говорит о популярности ну да наверно ты знаешь я к своему стыду например не знал кто такой моргенштерн вот это следующая композиция я не знал кто такой моргенштерн просто мы с моим другом сереже грачевым он у нее студия звукозаписи он сейчас готовит это он готовил все буду музыкальным продюсером маска вот это на украине сейчас будут спевать все а до сережка был музыкальным продюсером этого всего вот и получается что мы сидим с ним и что-то заговорили что делать о детях этого у него двое детей у меня одна дочка и то есть у него от вернее от нового брака двое детей короче сколько у вас детей но официально один а там уже не у меня одна дочка официально все вот так мой малый говорит слушает моргенштерна дети все слушают это кает катастрофа он не поставил кстати я значит это я говорю а он на каком языке поет я пришел в театр к шеве говорю шева слушай подавая пасшу типа это что шум поет он нашел он нашел текст начали мы читать текст потому что мы не понимаем что он поет начали читать текст но это какой-то совсем язык такой мать ну я не я ты знаешь мне сложно сказать молодежь нравится в чем вообще тогда а понимаешь тут такая штука музыки за счет текса музыки то какой там текст отчетом тоже спросили уже надо было молодежь спросить какую-то но моя дочка не слушает моргенштерна например что слушает . мы слушают хорошую музыку джазовую хороший рок классику хороший рок это что ну это старые группы старые группы скорпиус их очень хорошим ну так ну все чувство старая музыка очень хорошая на мелодично короче моргенштерна вы забраковали гусей и а кстати вот по полному и я вот значит ко всем приходил и моргенштерн что это я вставил а потом мне кто-то говорит слушать так ты же ему просмотры накручиваешь вот так каждый и мы слушаешь там допустим чуть-чуть отец и уже а уже просмотр понимаешь да так что это ни о чем не говорит что это популярный популярно просто типа а шут а не моргенштерна я тоже услышала когда началась шумиха вот с этими с молодежкой вот этой со всей что он там стал в альфа-банке по работе с молодежью вот это я решила просто посмотреть гусей я тоже грубо говоря увидела их вчера гуси это кто а это гуси 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 га 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 если хотите да 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 если вдруг вам скажут гуси he 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 completely понятно знаешь музыка почему-то сейчас свелась очень малому количеству нот которые фигурируют вверх, вниз, вверх, вниз. Все. И три гармонии. Люди просто может не хотят напрягаться и хотят все время упрощать. А ты понимаешь, если не напрягать свой мозг, он отмирает. Оттрофируется. Ну да. Знаешь, как вытеснение одно материя, вытесняет другую. То есть серое вещество засыхает, из ушей течет, течет. Хорошо, давайте еще послушаем какую-то... Ты можешь мне ставить что угодно, я все равно не знаю. Я тоже не знаю. Мы специально таких... Ну, то есть мы их не знаем, но... Нет, я могу сказать, что очень много современной музыки качественно сделано. То есть хорошо сведены, правильно сделаны аранжировки. Ну, то есть качество есть. Ну, просто о чем это? Хорошо, какая рецензия к гусям? Нет, не нравится. Ну, что значит не нравится? Тут, понимаешь... Давайте сейчас сделаем такую вкусовщину. Нравится, не нравится? Ну, так нельзя. Я не могу так, потому что я профессионал. Я не могу расценивать музыку. Она мне нравится или не нравится? То есть я должен ее... Как Солери, знаешь, я музыку разъел, как труп. То есть я должен разложить что, как, почему. И дать этому оценку. Ну, то есть, что, как. Я сейчас сидел на ступительных. Вот. Я работаю в Гринченко в университете и в бывший колледж культуры, теперь академия мастерствования Павла Чубинского. И вот я принимал пианистов. Я не знаю, мне хочется вот действительно вот выйти, знаешь, с такой большой косой или с бензопилой, знаешь, и приходить в музыкальные школы и просто резать эти руки этих педагогов, которые этих детей учат. Я не знаю, чему они учат их. И дети все-таки учатся. Это как-то, что они же ходят в эти музыкальные школы там. Но это катастрофа. То есть, они вообще ничего не понимают. Технологии, потому что, как бы там ни было, любая игра на любом музыкальном инструменте, это в первую очередь технологии. Как ты берешь эту скрипку, как ты берешь вилончель, как ты играешь на фортепиано, габойт, кларнет, контраба. Это технологии. А технологии они вообще не учат. То есть, нет, есть, конечно, десятилетка, которая лысинка, которые идут в консерваторию, все. А остальные музыкальные школы, они скатились до... Ну, как мой папа говорит, ну все, дно пробито. Хорошая выражение, дно пробито. Да, но... У меня один еще говорит, но там еще есть ниже. Да, но там еще есть ниже. То есть, совсем плохо. Мало того, они... Ну, я уже не говорю сейчас с этим карантином, с этим онлайн... Я пытался заниматься онлайн-музыкой. Мне кажется, это вообще нереально. Это нереально. Потому что настолько искажает звук вот эти все телефоны, даже планшеты. Они же не приспособлены для передачи звука. Начинаешь играть громче, там срабатывает компрессор, и гасит звук. Ну, вот просто нереально заниматься. Вокалом... А как можно научить технологии по интернету? Как? Вот у нас когда-то, как только начались история по поводу, что дистанционное обучение можно вводить. Ну вот... Но это не связано с карантином? Нет, нет, это еще до карантина. До карантина. Курсы, электронные курсы, дистанционное обучение, чтобы любой мог зайти и вот, допустим, обучаться на фортепиано, там, вокалу или еще чему-то. И как-то педагог, я тогда еще работал на кафедре академического истрадного вокала, это я потом сейчас перешел уже на кафедру инструментальной музыки в Гринченко. А тогда встал одна педагог и говорит, скажите, пожалуйста, а вот если этот человек, позанимавшись по нашему курсу, вот этому электронному навчальному курсу, посмотрев это, и сорвал себе голос. Он же потом предъявит к нам претензии, что он занимался по наше это, и все, он уже не может быть это. Он сорвал себе голос. То есть, как от этого? Ну, я же занимался. Вы же там вот так указываете, петь. Я занимался. Поэтому наша профессия не может быть вот это дистанционное занятие. Абсолютно, мне кажется. Кстати, наши музыканты самые дорогие в образовании. Даже в Америке? Ну, в Америке, да. Но у нас мы самые, для бюджета мы самые дорогие. Потому что только у нас существует понятие индивидуальные занятия. Один на один. Педагог, студент. А сколько, ну... Потому что все, кто имеет, они же все потоки. У них нет, только у нас есть индивидуальные занятия. А сколько может стоить такое занятие? Ну, вдруг, теоретически, я захочу играть на фортепиано. Сколько мне обойдется урок с Тимуром Полянским? Я не занимаюсь частным извозом. Почему? Ну, мне это неинтересно. Я за это время... А были частные уроки? А? Я занимался этим в Южной Корее. Когда я там жил и работал. И сколько это стоило? У меня, так как это... Я не профессор по корейским меркам. Вот. Я получал 50 долларов за 45 минут. Это в каком году? В 2000. В 2001. Ну, неплохо, в принципе. Но! Все шли ко мне, потому что я представитель как бы европейской школы. А, даже так? Европейской школы? Да. Ну, а как? Для них мы Европа. Последний спектакль, на котором вы были? Не в театре на Подоле? В театре Перетты. Байдера. Вот, пару дней надо. И как? Четверг. Очень хорошо. Очень хорошо. А есть у вас какой-то любимый спектакль? Наверное, такого понятия нет. Любимый. Ну, хорошо, там 5 спектаклей, которые очень нравятся. Вот все в них там хорошо, и музыка, и актеры. Это может быть, опять же, не театр на Подоле? Не, ну, понятно. В Лосе Украинки хороший, я ходил, сейчас не помню, по Островскому, по-моему, хороший у них спектакль. Во Франка я давно не захаживал. Хотя у меня, меня все зовут на этот, на... Пергю? Нет. Играет Наташа Сумская, про вокалистку эту, которая не поет. Ну, это известная мировая история, такая действительно была, женщина, которая сделала концерт в Кармагихоле, которая совсем петь не умела. Она вообще и петухов таких пускала. Она собрала весь Кармагихол, да, она собрала весь Кармагихол, она там все, пригласила пианиста, он в шоке был, когда он приехал, ну, то есть, как бы, а она вообще не поет. Не, не, не. И в этом спектакле, Малахов когда-то хотел со мной поставить этот спектакль у нас в театре на Подоле. Грищенко должна была быть певицей, потому что, ты понимаешь, в чем сложность таких спектаклей? А матюкаться, а, ну да, можно у нас, в принципе, матюкаться. Ну, это зачем? Мы же не на Подоле, на улице, там, на контрактовой площади. Так вот, сложность таких спектаклей состоит в том, что профессиональную вокалистку пригласить нельзя. Подождите, у нас есть профессиональная вокалистка? Нельзя, потому что профессиональный, вот, я пробовал плохо играть. Я, это, это невозможно. Профессиональному музыканту плохо играть невозможно. Ну, разве что руки сломать. Ну, да, разве что, да. Вот как скажи Пашковой нашей, Саше, чтобы она пела плохо или мимо. Она не сможет этого сделать, потому что это уже внутреннее состояние человека, ну, как, все. Поэтому берут актрис, которые могут плохо петь. И тогда мы... А Шумская там играет главную роль? Да, она играет эту вокалистку. Да. Наталья или Ольга? Не, Наталья, Оля, не, ну, Оля, это просто... Это просто рак-салата. Нет, это просто такой медийный человек, который, ну, она понимает, что она симпатичная женщина, вот. Мне кажется, все красивые женщины думают, что они некрасивые. У них так много комплексов. Я не женщина, поэтому я не могу сказать об этом... Но вы же с таким сталкивались? Ну, на фоне разговоров только. Говорите, говорите мне, голос ваш приятен. Да. Хорошо. А есть музыка, которая вас раздражает, вот, откровенно раздражает? Есть. Какая? музыка генератора, которая иногда может работать на улице, когда ты в 7 утра еще спишь, а тебе там что-то пришли чинить. Ну, это же тоже музыка. Ну, да. Нет, такой музыки такой нет, чтобы сильно раздражало. я просто такой человек, что я спокойно могу переключить ее и все. То есть она мне не нравится. Я ее взял и переключил. Ваше выступление как отдельный спектакль это порыв или опрос. ну вы правда вы так играете на фортепиано это можно за этим наблюдать и не знаю я не я не не акцентировал этого не я не замечаю как это происходит то есть это как-то наверное естественно кстати многие музыканты делают какие-то такие вещи абсолютно не осознавая что они это делают то есть это происходит как он вот в этом творчестве кто-то поет кто-то мычит ну там ногами ну да это это вещи которые не подойдет нельзя как-то остановить не как вы готовитесь к выступлениям смотря каким ну если это в этом филармония концерт то это конечно занятие это выстраивание концепции программ всего это сижу занимаюсь вы были в театре ателье 16 как там готовились к выступлению ой там было вообще там ну как не сказать как готовились наливали коньяк и готовились наливали коньяк и готовились я даже я даже коньяк на сцене пил не официально было да а как играть наш митя постоянно мне да и наливал а как играть а это уже знаешь это уже ну как я вот в ресторане играю допустим ставлю журнальчик читаю и играю то есть читаю журнал там газетку и играю тут играю а там читаю тут я рыбу заворачиваюсь на этом вот так и происходит все абсолютно все ну потому что ну как не играю конечно играю как это я не играю по нотам и по нотам и по свадьбам и на нервах как угодно конечно вы же говорите что вообще не паритесь я нет но парятся другие мама иногда нервничает вот по поводу прививки особенно папа нет я не сторонник этих конспирологической теории я единственное что могу ну как бы уже так умозаключением по всяким исследованиям по размышлениям что ну смешно говорит о том что какой-то китаец съел летучую миш мышь и упал весь мир но это смешно ну весь мир упал понимаешь все упал из-за до какого-то одного китайца который никто не знает никто не видел как вы съел какую-то летучую мышь ну ты понимаешь ну как-то это очень так смешно такая сказочка сказочка знаешь для детей до нравился а театр на подоль и что больше это разные театры нет он не лучше не хуже это просто разные театры знаешь вот как говорит что что лучше бентли или майбах почему тебе нравится просто а так а так они в это просто разные машины бентли и майбах есть какие-то предпочтения что больше хорошо был бентли и rolls-royce а почему не но это разные машины такие-то разные театры в отрезы 16 была какая-то такая знаешь свобода такая но может я еще был юношей знаешь непринужденность свобода импровизация был все-таки театр не не государственный да а театр на подолье тут есть служившиеся порядки тут бухгалтерия отдел кадров там все-все-все-все постановки до тендерный отдел все-все-все-все знаешь а вот лишь нас такого не там более свободная ну да более более свободным было что самое важное в музыке в кино чувствовать кадр то есть усиливать вот этот эффект визуальный не усиливать а не испортить и не испортит низ потому что бывает и не надо ничего усиливать просто не спорт вот например я считаю таких величайших композиторов эдуард артемьев у него очень много музыки он еще и старковским работал из михалковым вот допустим фильм 12 а там вроде и нет музыки но она есть но она есть это вот вот она есть и она просто есть и ты понимаешь что ты она тебя не отвлекает она потому что музыка это такая штука которая чтобы не было вот это так и со спектаклями и так и с этими чтобы не было чтобы не происходило на экране на сцене музыка всегда перетянет внимание всегда а причем есть визуальный эффект музыку будет звучать музыка она все равно перетянет на себя внимание а очень много первый пример земля санникова ни о чем вообще я вот в который раз пересматриваю думаю может что-то вообще ничего реальный актеры все дальше то есть музыка а музыка есть только миг между прошлым все понимаешь очень много вообще никакущих посредственных фильмов а музыка уже вытягивает она просто есть и остается и надолго самый необычный концерт ваш ну их было несколько вот мы говорили что вам было четыре года потом мы говорили про уток про лебедей это не концерт это как бы такая ситуация похороны в корее играл похороны в корее мелодию скорок а тарарарарам мы с сашкой ну который в корее живет причем я играл на органе да ну в церкви на скольких инструментах умею играть все что касается клавишных инструментов аккордеон только правой рукой нет ножными не умею аккордеон только правой рукой могу играть ну потому что здесь левые кнопки здесь не клавиши не баяна аккордеон да у меня был даже аккордеон фортепиано орган клавиши любые ну клавиши электронные электроны хорошо скрипка со скрипочка не сложилось как правильный мальчик меня в детстве отдали на скрипочку да у меня даже было за скрипочка видать видать это ну как то вот конечно умею там перед ней вообще струнные инструменты ну нам пианистам как бы не очень хорошо потому что ты когда-нибудь играла на гитаре ну там нужны мозоли это медиатор а струны то ты нажимаешь пальцы мы и если нет мозолей это адская боль потому что струна ну вот представь себе что все а когда ты много играешь к мозоли просто а нам а нам нужно чувствовать звук какого инструмента нравится больше всего конечно же рояль нет но есть еще допустим там дудук очень такой очень такой да он но он он знаешь вот если хочешь поплакать послушай дудук сразу заплачешь да в детстве мечтал стать кларникистом я обожал бы не гудбана поэтому я хотел стать кларникистом но все-таки не сложилось хорошо как рождается музыка это из образа текста режиссерской задачи очень по-разному могу сказать точно что на плохой текст я не могу писать музыку вот она не идет просто а хороший текст у меня вот я капля света фильм там я написал романс на стихи торковского арсения тоже там интересная история была относить это права чтобы использовать в стих и когда его сестра по моему или племян кто-то кто владеет ими правами она узнала что будет играть симонова евгений полный тараторкин она сказала да вот и я когда взял текст пусть мне его призваю поставил вот так начал играть и по тексту не сразу сложил на хороший текст пишется музыка сразу на плохой текст не умею ну не ложится чтобы я не придумал как бы не крутил это насилие да ну я не вот горю на заказ не пишу какое будущее современной музыки шансы стать классикой ну у классической современной музыки есть хотя тоже как бы там ни было мы должны вернуться опять мелодии даже уж нитки не весь потрясающие мелодические ходы при всем при этом я сейчас делал для нашего квинтета аргентум делал приложение первого концерта гросса шнитке и там есть танго у него в пятой части я взял партитуру шнитке и носить это надо быть гением чтобы слышать вот эту всю историю из из попсы ну понимаешь нету теперь мелодистов как битлз нету к сожалению когда если вернется мелодия я думаю что появится у меня была такая счастливая возможность поработать со стингом да 2007 году когда он приезжал со своей программой симфона сити вот я с ним играл со всеми президентами он такой он такой спокойный когда на шумиха началась что вот значит будут перекрывать город потому что стинг едет все он опоздал на репетицию на полтора часа и в зашел в таких беленьких этих линяных шорт этих штанишках и они зашли ну то есть в басист барабанщик в кбк вокалистка и он и они очень сильно извинялись потому что в вашем городе пробки а я что дающую он англичанин он не может там королева англии она выезжает в пятницу заранее чтобы не попасть в пробочку там нет такого понятия перекрыли все едет кортеж не так что он очень веселый он в этом антракте травил анекдоты такой спокойный короче нормальный абсолютно смотрите тимур вы же работаете еще в кино и в театре актера ну вам нравится это такое же удовольствие вы получаете как от музыки да серьезно потому что я вообще получаю удовольствие от нахождения на сцене ну вот это значит это вот это есть магия сцены магия сцены до аниме ну кино это кино это интересно потому что то что не позволяет сцена то позволяет кино я просто видела там одну из ролей ваши там где вы снимались машкой морковый первый пёс а это за этого сутенера валерика до валерик этого валерик а разные 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 ну понимаешь как я тоже знаешь вот вот я последний раз отказался от какой ролик ой я не помню мне просто прислали текст он украинском языке понимаешь как мне очень сложно говорить о украинском языке современном кинематографе очень сложно потому что он это не тот язык который ну который я себе представляю вот какой-то литературный красивый знаешь там вот там какой-то простой язык не если я сейчас так ну как бы имею возможность отказаться от всего мне не нравится я какие у вас творческие планы на будущее ой ну подожди едем это еще знаешь как говорится сделают визы поедем но то есть рабочие потому что у меня такая есть виза туристическая на патриотическое нельзя работать вот сделают поедем не сделают не поедем так вот да ну вот сейчас говорю сейчас вот делаю вот эту выставку иммерсивный свит шевченко потом у нас театре должен быть уже сколько времени мы это муссируем муссируем мюзикл школа танцев анатолий крым написал вот как бы мы это я музыку пишу всю там песни ну очень сложный жанр сейчас качанов детский оперный на подволе киевская оператор называется вот мюзикл ставит school of rock и это это очень сложный жанр особенно для нас но это же низ не характерный для нас жанр и это все затратно очень потому что эта аппаратура это вокалит аж певцы и танцам то это очень много всего вот но посмотрим что у нас с этим получится дедлайны вот когда нужно сдать музыку нет это все так в работе да моя подружка которая она имеет студию броды kids это детский мюзикл с которыми сотрудничаю уже давно столько друзей вообще да ну так как бы такая же работа такая профессия вот она предложила мне написать мюзикл детский украинский вот но это очень сложный жанр потому что одновременно должны работать сценарист композитор и режиссер вот это три человека неотъемлемых до которые не могут отдельно композитор отдельно работать нет это все пишется вместе все создается тогда получается продукт тут америка достигла совершенства в этом продукте они поставили это на коммерческий я был на бордвее и так это это что сложно представить как это вообще все работает это очень сложно представить мы будем надеяться но вот вопрос этот спектакль тот который планируется в театр на подоле как его будет малахов ставить да блиц если бы у человечества осталась возможность услышать только одно музыкальное произведение чтобы вы выбрали баха ну тут уже да просто у него настолько глубокая музыка и духовная глубокая музыка что даже очень сложно сказать чтобы даже парочку назвать ну возьми хотя бы вторую часть итальянского концерта фортепианного вторая часть двадцать третьего концерта муцер что вы напеваете когда остаетесь наедине с собой тишину ничего я бы в жизни никогда не сыграл это может быть это может касаться музыки это может что гаузена это современный композитор это это не знает а я только гений мы с математическим мышлением могут сыграть я хотел бы чтобы следующее поколение слушали то что слушали мы что конкретно битлз джазовую музыку и академическую прекрасно ваша сверх задача ну а она выполнима или или просто это мечта какая-то или еще может быть просто мечта можно сказать то что возможно исполнится ну там допустим хочу срежиссировать какой-то спектакль вот прям хочу и все режиссера ты знаешь сложно говорить потому что допустим ну я работал с викчуком знаешь ну как бы с романом григорьевичем да я ну много с кем я был и там и сам и в америке и в корее может быть ну не знаю наверное хотелось бы сыграть концерт с каким-нибудь очень известным чазовым пианистом какие-то черные принимается ваша миссия девиз нести доброе светлое не напрягаться хорошо мы закончили мы вас отпускаем мы еще хотим с вами пару кадриков сделать если вы не против столько тут кадров уже не 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 а